Ммм, Мэддок Лос-Антос. А, ну мы собрались не по этому, мы собрались на обзор вот этой тачки, но Мэддок все-таки кажется лучше. И всем со мной, ребята, с вами я. Сегодня, как вы догадались, будет обзор вот такой вот тачки, это Ламборгини Хуракан. Да, я купил ее на сороковом уровне, но все-таки ладно. В чем ее плюсы и минусы, поговорим сегодня. И поговорим вообще про внешку, про внутренность и все остальное. Как вы можете видеть, довольно-таки красивая внешка и довольно-таки грозная. Где-то вот грозные линии, черты какие-то у морды есть, особенно при вот таком вот всем. Но даже, кстати, двери прикольно открываются. Но, конечно же, это не такие двери, как у некоторых ламп, но все равно прикольно. И вот самое печальное, что меня огорчило, это зад. Зад, ну, мне, если честно, не понравился. Типа вот эти вот линии, они, конечно, прикольно смотрятся, да, но поворотники вообще не видно, вообще не видно ничего. Да, но это же, конечно же, мы говорим про МТА, мы не говорим про реальную жизнь, про реальную жизнь. Я вообще даже не буду ничего делать, потому что у меня нет денег просто даже. Так, что еще? Две выхлопные трубы очень быстрые, кстати. Да, она, как вы, ну, может, знаете, может, нет, но она разгоняется до 400. Она у меня в стоковом состоянии, у нее ничего не изменялось, и она едет 400 км в час. Салон тоже вот красиво выполнен, и, ну, мне нравится. Если говорить про внутренность, то тоже нормально так. Ну, типа кнопочки, Lamborghini сама. И знаете, в чем прикол? У нее работает вот эта вот панелька. То есть, да, она работает, мне это тоже понравилось. Сами, ну, само вот это вот все, ну, прикольная, прикольная. Лампа даже. Ну, мне нравится. Ну, да, я не любитель спорткаров и суперкаров и гиперкаров, но все равно, мне понравился. Ну, плюсы в том, что она быстрая. Плюсы в том, что, ну, эрит у нее отгрозный, это да. Плюс в том, что у нее еще поворотники красиво работают. То есть, если вы посмотрите, то даже у фар полностью вот это все очертания работают. Минусы в том, что жрет много. Ну, жрет много, это, конечно же, только из-за того, что это суперкар и очень большой расход бензина. Это вот как раз-таки, да. Само собой, я не какие-нибудь удобства хочу от этой машины. Кайф от нее ты получаешь, когда катаешься. Стоит такая, такая 300 тысяч на клуб РПГ. Да. И довольно-таки хорошие диски. Все. Все. В принципе, минусы есть, но они маленькие. Плюсы есть, но они тоже... Ну, плюсов, кстати, побольше будет. Но все-таки я советую лучше GTR покупать, так как он получше будет и подешевле. Ну, а если вы любите Lamborghini, то покупайте Huracan. Всем до свидания, всем пока. Продолжение следует...